In My Room это маркетплей с красивой мебелью. Заказывайте тысячи товаров с доставкой в любой город. А пока смотрите наше новое видео и вдохновляйтесь на переделки. В нашей квартире совмещенный санузел. Мы его выполнили в светлой плитке, сделав акцентной только стены около ванной. Гарнитуры и зеркала мы подбирали друг под друга. Складывается ощущение, что они будто бы из одного комплекта, но на самом деле нет. Зеркало это Ikea. Зона ванной выделена плиткой отдельного цвета. Она расположена как на стене, так и на фартуке самой ванной. Мы решили продолжить делать как будто бы единой стеной. Но сразу скажу вам, что вот такая фактурная плитка, она требует особого внимания и ухода в мокрой зоне. И, наверное, если бы мы делали ремонт заново, то я, скорее всего, отказалась бы от этого решения в тех местах, где вода впадает на такую плитку. Сразу обращает внимание на себя дверь насыщенного синего цвета, которая, к тому же, открывается внутрь помещения, а не наружу, как это обычно бывает с нашими санузлами. Для меня было принципиально наличие ванны, поэтому без преувеличения можно сказать, что ванная комната строилась именно вокруг нее. На стенах, как и на полу во всех нежилых зонах, керамогранит керамомарация, размерностью 60 на 120. Единственное отличие на стенах лопатированный, на полу матовый. Смесители на раковине и ванне фирмы Idis. Наиболее удачный вариант по соотношению цена-качество, учитывая, что они подбирались в сочетании с дверными ручками, которые также имеют керамические вставки. Самое забавное, это первое, что было куплено для этой квартиры, поэтому можно смело сказать, что весь ремонт сделан вокруг этих дверных ручек. Аксессуары также фирмы Idis. Раковина в классическом стиле производства церсонит, так же, как и акриловая ванна. Еще одной фишкой ванной комнаты является унитаз с функцией биде. При этом из-за достаточно компактного размещения смеситель биде пришлось разместить на борт ванны. Большая наша победа – это совместный труд со строителями по размещению инсталляции подвесного унитаза в толще вновь возведенной стены из гипсокартона. Ну и куда же без стиральной машины? Ее удалось спрятать в шкаф-пенал, в котором также планируется разместить водонагреватель. Для удобства загрузки и выгрузки стиралки петли шкафа выбраны с увеличенным открыванием. Как видите, внутреннее открывание двери ничуть не ограничивает функционал. Ванная комната у нас не очень большая, она чуть меньше 4 квадратных метров, но мы постарались вместить сюда все самое необходимое. Сама ванна у нас маленькая, метр двадцать, но детям ее вполне хватает и нам, в общем-то, тоже. Здесь у нас располагается раковина. Мы специально поставили асимметричную раковину для того, чтобы под нее встала корзина для белья. Раковина у нас без тумбы, я их не люблю, но хранить вещи где-то было нужно, поэтому мы повесили вот такие полочки над дверью, там хранятся чистые полотенца и стоят корзинки, в которых лежат аксессуары для волос. И вся бытовая химия, средства гигиены, все это хранится вот в этом навесном шкафчике над стиральной машинкой. Как я уже и говорила, во всей квартире, в разных зонах у нас повторяются одни и те же цвета. Основной цвет это белый, кроме того, это дерево, серый и немного черного цвета в светильниках и аксессуарах. Ванная комната у нас достаточно большая для маленькой квартиры. Но я сделала все необходимое, чтобы обустроить ее таким образом, чтобы это не выглядело санузлом, а чтобы это была еще одна комната, где я расслабляюсь, принимаю ванну. Поэтому ее смело можно назвать именно ванная комната. Я очень много времени потратила, чтобы найти идеальную мебель для своей ванной комнаты. Я искала ее везде, мне ничего не нравилось, ничего не подходило. В итоге закончилось все тем, что я нарисовала свою идеальную полку сама, отнесла этот эскиз в столярную мастерскую и мне ее сделали. Полка сделана из сибирской лиственницы. Она очень любит влагу. И, кстати, вся Венеция стоит на сваях из сибирской лиственницы, поэтому можете не бояться использовать этот материал свободно. Сверху полка покрыта просто оттеночным маслом. А вскоре после этой полки я создала еще одну для того, чтобы дополнить и создать такой единый ансамбль и хранить здесь всякие милые сердцу вещи. Рядом с раковиной у меня находится феленальный столик, но это скорее счастливое совпадение, чем планирование моего дизайна. Возьмите на заметку. И я счастлива, что человечество изобрело вот такие зеркальные шкафчики, потому что это просто маст хэп. Все баночки-скляночки хранятся у меня там, ну и под раковиной. Вы представляете, если бы это все стояло на виду? В одной части ванны я использовала белую шестигранную плитку, а в другой части использовала влагостойкую краску. На полу достаточно контрастная такая динамичная плитка испанского производства и теплый пол. Это, конечно, кайф. Здесь находится лючок, за ним скрыты коммуникации и водонагреватель. Сейчас не буду его открывать, потому что он достаточно большой, сделать это нужно всей семьей. Мы делаем это редко, когда выключают воду. Несмотря на небольшую площадь, я решила, что ванная у меня все-таки будет. Ванная у меня, кстати, акриловая, A&M, мне нравится. Что еще сказать? Могу сказать про перегородку. Многих интересует, хватает ли ее, не попадают ли брызги после душа на пол. Они немного попадают, но из-за того, что этот пол теплый, они моментально высыхают. Ну и, кстати, немного. Мне кажется, она справляется. Санузел у нас раздельный. Сейчас мы находимся в ванной комнате. Ванная у нас очень удобная, большая столешница. Она вмещает в себе и раковину, и под ней уместилась хорошо стиральная машина. Стиральная машина у нас два в одном, то есть она и стирает, и сушит. Все в ванной у нас выложены крупногабаритным керамогранитом. Это очень плотный, качественный керамогранит. Размер у него 60 на 60 сантиметров. В ванной у нас также есть с недавнего времени небольшие золотые акценты. Мы недавно сменили и поставили новый смеситель вот такого вот красивого золотого цвета. Это более удобный и функциональный, чем нержавеющий стай, когда смесители, они постоянно мараются на вот таком латунном матовом поверхности. Грязь, видна, значительно меньше. Еще другими небольшими золотыми акцентами у нас является вот такой дозатор для жидкого мыла, шторка с интересным золотым рисунком и кольца, на которых шторка висит. Очень важно для каждой хозяйки иметь чистящие средства и губки под рукой. У меня губки расположены вот здесь. Это очень удобно, функционально взял за секунду и протер поверхность. Для меня очень важно иметь в ванной комнате большую систему хранения. И вот у нас есть такой большой пенал. В нем располагается очень много. Он такой вместительный, посмотрите. На этой стене у нас располагается полотенцесушитель. Это очень удобно. Он подключен к горячей воде. Здесь у нас всегда висят наши полотенца. Детские внизу, для дочки, для сына, а наши наверху, на верхней полочке. Так как у нас большая семья, муж, я и двое детей, то утром собираемся очень часто вместе. И нам нужно было сразу два смесителя, две полотенца, мокрые зоны, так скажем. Мы одновременно можем умываться, чистить зубы. Так как у нас здесь есть зона для, допустим, маленького ребенка. А здесь уже второй человек может умываться одновременно. Под ванной у нас сделан люк, чтобы был доступ, ну такой, на всякий случай, на русский авось. Чтобы, если вдруг что-то произошло, то можно было туда добраться и устранить неполадки. Душ у нас двумя лейками. У нас есть, получается, верхний тропический душ, который очень удобно принимать. Стоишь, на тебя приятно бьется вода. И второй с обычной, привычной для нас всех лейкой, которая ручная. Можно удобно и помыть ребенка, и прибрать в ванной комнате. Очень важно продумать в ванной комнате хранение грязного белья, который подлежит стирке. А у нас это такая корзина плетеная, очень хорошая. Нам не нравится, легко можно приподнять крышку и положить в белье.